Приветствую вас, я конечно не знаю все истории, не знаю всех деталей, смотрел, мой коллега написал про то, что у нее обиды на прошлое, у вашей невесты, вот, я если честно не знаю, откуда мой коллега взял информацию, может быть вы писали ему и общались перед тем, как задать вопрос свой публичный, вот, не знаю, но я могу совершенно точно сказать, что очень часто подобные истории возникают, когда люди находятся на расстоянии, это вот, когда люди на расстоянии, да, им сложнее, им сложнее очень поддерживать какие-то обсуждения, им сложнее поддерживать какие-то, ну, скажем так, да, привычные формы взаимодействия, вот. Вот, и, собственно, отчасти именно по этой причине ваша, значит, невеста может сокращать дистанцию, как вы говорите, и сокращать общение. Вот, с моим коллегой можно согласиться, на мой взгляд, в том, чтобы вы не навязывались, потому что, ну, действительно, чем больше вы будете навязываться, тем хуже будет по факту вам, вот, потому что ей будет это все меньше и меньше нравится, вот, а вместо этого свои ресурсы я предложил бы вам направить, к примеру, на то, чтобы, допустим, да, на то, чтобы, допустим, сблизиться, на то, чтобы, сблизиться, на то, чтобы быть вместе, на то, чтобы как можно быстрее встретиться, как можно быстрее стать вместе, опять, вот, и так далее. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, это то, на что вам нужно набрать свои усилия сейчас в большей степени, нежели чем на все остальное. Потому что, если вы будете ей, условно говоря, надоедать, да, если вы будете ей надоедать, то ничего хорошего из этого не получится. Обратите внимание, обратите внимание, пожалуйста, вот еще на какой момент вас это тревожит. Да, то есть, вас это тревожит, вас это напрягает, ну то, что оно сокращает общение. На мой взгляд, очень важно понять, почему вас это тревожит. Ну то есть, вы тревожитесь, к примеру, из-за нее, или вы тревожитесь, к примеру, из-за себя. Вот. То есть, определите этот аспект также. И, если вы, допустим, тревожитесь из-за нее, вот, то можно, в принципе, в принципе, можно будет подумать о том, что бы лично вы могли сделать. Вот, вот именно вы лично, что могли бы сделать, да, чтобы ей было, ну, к примеру, хорошо. Чтобы ей было, к примеру, комфортно, чтобы ей было, к примеру, лучше, чем, ну, допустим, чем сейчас. Вот. Ну, на мой взгляд, это, эм, то, что вы можете сделать, вполне, на мой взгляд, это то, что вы, то все, чем вы способны справиться, эм, относительно легко. Вот. Вот. Это, значит, относительно легко, вы можете, эм, дать, э, ей, э, то, что она хочет. Ну, к примеру. К примеру. К примеру. К примеру. То, что ей нужно. Вот. К примеру. К примеру. Другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. Если вы, эм, 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 нацелены, эм, на себя. В этом случае, если вы, нацелены на себя, то нужно осмотреть, чего хотите вы, и, удовлетворять уже свои желания. То есть, возможно, имеет смысл расширить, эм, какой-то спектр вашей деятельности, возможно, имеет смысл, эм, как-то, активизировать, эм, вашу, ну, позицию, к примеру. К примеру. Вот. То есть, тут, конечно, желательно вам на эту ситуацию, да, смотреть. Тут, конечно, желательно вам самому определяться с тем, как вы будете выстраивать свою модель поведения. Заметьте, причем, эм, свою модель поведения, свою модель поведения, именно по отношению, именно по отношению к себе, не по отношению к ней. Вот. Понимаете, эм, невеста, вот как, как вы ее называете, да, невеста, эм, это, эм, не самое лучшее помысл для женщины. Потому что, может быть, она не хочет быть невестой, может быть, она хочет быть вашей женой, может быть, она хочет вашей девушкой быть, кх-кх-кх, может быть, она вообще уже не уверена, что хочет с вами отношений. Потому что невеста, это, э, такой, э, статус, что вроде бы, э, мы связаны, э, э, ну, друг с другом, вроде бы, вроде бы мы связаны друг с другом. Но, в то же время, в то же время, вроде как и нет, но это, то есть, вот, э, э, это, такой, подвешенный статус для, для, женщин, для женщины. Вот, поэтому мне кажется, что здесь вам надо бы все-таки, э, посмотреть на эту ситуацию, вот, ну, хотя бы с ее позиции, вот, хотя бы с, э, позиции, позиции, собственно, э, самой девушки, да, каковы ей, как она себя там. Чувствует. Вот. Что она, что она чувствует, к примеру. Вот. И так далее. Мне кажется, что это, вот, э, один из, ключевых факторов, э, данной истории. И его нельзя, ни в коем случае, э, упускать вам, вам из виду. Потому что оно, как бы, о девочке своей забывать нельзя. Вот. Обратите внимание на то, сейчас. Обратите внимание сейчас на то, что вы, как бы, находитесь на расстоянии. Что-то вы, как бы, находитесь на расстоянии, а на всяческие вы, не друг другом. Вот. И, каждый человек, он, на самом деле, ну, по-своему справляется с этой, с этой проблемой. Вот. То есть, кто-то, вот, как ваша девушка сокращает общение. Кто-то может, там, истерить, истерить постоянно, да, там, скандалы, что-то ещё делать. Вот. То есть, э, никакие серьёзные вопросы, никакие серьёзные вопросы, нельзя решать, э, именно, вот, э, э, ну, в рамках отношений, э, на расстоянии. Никакие серьёзные вопросы, нельзя решать, потому что, э, э, всё равно вы ничего не решите, э, всё равно вы не сможете, не сможете ничего решить, вот. А вот отношения, э, э, испортить с, э, девушкой своей, к примеру, это очень легко. Очень легко вы это, это сможете сделать. Вот. И, по итогу, по итогу, э, вот. И, человека потеряете, да, то есть, ну, разрушите свои отношения, вот, которыми, я уверен, вы дрожите и ничего не добьётесь. То есть, относиться к этому нужно очень серьёзно. Вот. Если девочка сокращает общение, значит, у неё на это есть причины. Вот. Ну, вы, конечно, э, полного безразличия не проявляете, да, то есть, вы общаетесь с ней, но в коем случае не давите. Вот. Ну, я, короче, вот этого не получится. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. А, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok